Это канал Таллинга. Приветствую вас! Всем привет, дорогие друзья мои, подписчики! Сегодня будет очередное сложное видео. Один известный блогер в Латвии, он тиктокер, он перешел на латышский язык. Он стал снимать свои видео на латышском языке. Открыл совершенно другой канал и ведет его там. Насколько я поняла, он довольно-таки известный человек. Он и певец, он и работал в Москве. Но сейчас вообще не об этом. Сейчас о том, что мне было интересно посмотреть, кто же это такой. И в итоге я вышла на одно из интервью, вырезки из которого я и поставлю сегодня в своем видео. Я просто проснулся в один день и понял, что... Ну знаешь, типа мы все просто хаем там что-то постоянно. Ну то есть я тоже снимаю... Вот у меня русский тикток, там 90 тысяч или сколько подписчиков. И знаешь, я постоянно что-то снимаю там про город, вот там нечищенные дороги, то нечищенные. И эти ролики, они часто разлетаются вне Латвии. То есть они там собираются, знаешь, по миллиону. И понятно, что это не с Латвии. И я понял, что я просто своими роликами постоянно подкармливаю просто ну вот эту российскую пропаганду. Это была первая моя мысль. Потому что их часто я стал замечать в свои ролики, знаешь, вот в этих передачах всяких, ну... А, да? Соловьев там, да. Вот там в Риге там убрали цветы ковшом. А я понимаю, что это мой видос. Но я просто понял, что я не хочу просто подкармливать эту пропаганду. Это было первое. Ты по сути постоянно, ну что заходит, что люди лайкают, что они репостят. Что-то сломалось, что-то плохо, все плохо. Ну, короче говоря, все плохо. Это отлично идет в соцсетях. YouTube показывает аналитику, что смотрят помимо меня мои зрители. И вот название роликов. Пустой вымирающий шоппинг-центр. От таких цен случился припадок. Мой опыт покупки недвижимости в Риге. Пападос. И комплексный обед за 9,56. Неприятный случай в гостинице. В отличие от меня, люди умеют выбирать заголовки. Мне не нравился тот момент, что эти новости всегда выходят за рамки Латвии. Да, я понимаю. И всегда туда притекает аудитория из России, из Белоруссии, которые начинают говорить. А ну да, у этих шавок там, в этой загнивающей стране реально все плохо. И я, получается, создаю им вот это поле. Мне это не нравилось. То, что вернутся новости и какая-то критика в мой ТикТок на латышском языке 100%. Ну, как бы я хочу выражать какое-то свое мнение. Знаешь, такую гражданскую позицию, что вот это мне там не нравится, а это нравится. И я понял, что да, но я могу показывать это местным, если я буду делать это на латышском. То есть это точно никуда не уйдет из Латвии. Это была такая первая причина. Это важное интервью для меня. В каком плане? Что когда я поставила видео про мусор, недавнее, я ссылочки обязательно оставлю внизу, о том, что я увидела, что Рига грязная. И указания местным властям на то, чтобы они обратили на это внимание, наказали тех, кто недоволен и приняли какие-то меры. Кстати, слава богу, так как я езжу до сих пор в аэропорт периодически с этой остановки, я стараюсь следить за этим. Данное место на данный момент постоянно чистое. Ну, наверное, бывают какие-то эксцессы. У нас, кстати, вороны. Вот властям надо задуматься об урнах, которые имеют крышку. Потому что если крышки нет, то вороны растаскивают просто все жестко. Поэтому очень часто не люди даже мусорят, а иногда помогают и птицы. Но сейчас не об этом. Я к тому, что меры были приняты, слава богу, может быть, не благодаря моему видео, может быть, они были просто приняты. Но вот этот сигнальчик прозвучал с моей стороны. Иногда я думаю, права ли я или я ошибаюсь. Благодаря таким вот людям, как этот блогер, я понимаю, что я стопроцентно понимаю всю ситуацию правильно. Меня поразили комментарии людей, и я об этом сняла. Еще одно видео, и тоже я оставлю ссылочку на видео, где я рассказываю о фейках. Так рождаются фейки, называется видео. И когда я сейчас посмотрела видео вот этого блогера, именно интервью с этим блогером, который рассказывает свою историю, почему он перешел на латышский язык. И если кто-то любит перечитывать комментарии к некоторым моим видео, то наверняка вы заметили, что у меня были мысли переходить на латышский язык. Но я всегда понимала о том, что, в общем-то, я не могу. Я приручила людей, и сегодня я посмотрела, удивительно, но меня смотрят даже такие странные, ну, как Аргентина, представляете, Бразилия, Германия, Польша. Нас объединяет русский язык, которым я вещаю. И, соответственно, меня смотрят россияне, меня смотрят украинцы, меня смотрят болгары, молдавы. В общем, оказывается, огромный спектр. Вот. Так что я влезла в аналитику, посмотрела. Вот. И я вам должна уверенно сказать, что, конечно, я не могу перейти полностью на латышский язык, но такие мысли стали появляться, особенно после вот таких моих видео. К чему я все вам это говорю сейчас? Удивило то, что он как бы из Даугавпилса, это чисто русский город. И он считает, что, приехав в Ригу, он удивился, насколько здесь много латышского языка в столице, да. Вот. Но я вам скажу, что я и не была, я была в Даугавпилсе, да, ну, там, один раз по работе. Но я в Риге считаю, что много русского языка, потому что он везде, этот язык, да, для меня. Представляете, если человек приезжает в Ригу, и ему кажется, что здесь латышский, то что творится в Даугавпилсе? Это чисто русский город. Так как я сам из Даугавпилса, латышский язык в моей жизни не присутствовал из 31 года 29. Его не было, то есть у меня не было там круга общения никаких, я не знаю, ну, ты сам из Даугавпилса, ты понимаешь, да? Ну, то есть ты приходишь в магазин, кассир тебе отвечает на русском, все твои друзья на русском, в школе, помимо уроков вы все общаетесь на русском, ты все на русском. И ты, вырастая в этой атмосфере, ты как бы, вот у тебя есть такая установка, что он, в принципе, не нужен. Но когда ты, вот как я переехал в столицу, я понимаю, что здесь совсем все по-другому. И был такой внутренний момент, что это как-то неправильно, наверное. Ну, то есть я живу в стране, в которой язык почему-то изначально заблокировал в своей голове. И просто даже, не то, что я там против его, я даже о нем не думаю. Но каждый день сталкиваешься с тем, что, ну, все службы на латышском, там, все, не знаю, даже если каких-то мелочей взять, там, хоккей, вот когда у нас было, знаешь, куча людей, они все кричат на латышском. Ты проникаешься в совсем другую атмосферу, в далку спелся, я просто этого не чувствовал. Что же в этом такого особенного? Вот давай начнем с этого. Что в этом такого особенного, если что-то человек начал говорить по-латышски? Особенного в этом ничего. Так должно быть. Потому что, ну, в этом не должно быть что-то особенное. То, что для многих это кажется чем-то особенным, ну, и в том числе людям, которые поддерживают, да, там, меня что-то пишут, там, молодец, и вот это все. Это лишь показывает то, в каком дисбалансе мы просто здесь живем. То есть я, гражданин Латвии, просто решил снимать видео на латышском, и у кого-то вызывает это какие-то эмоции. Это показывает, что мы кучу-кучу лет живем в каком-то, в каких-то разных вот, ну, пузырях таких, знаешь, русские в русском, латыши в латышском. Это показывает просто о неисплоченности, наверное, нашего в сумме общества. Большинство русских и даже некоторые родственники мои, да, они считают так, радикально. Если ты поддержал что-то на латышском, все, ты отвернулся от нас. То есть ты против нас. На самом деле это не так. Просто мы не придаем значения, как сейчас, после войны, это все легко использовать. Как легко строить свою пропаганду, когда здесь все вот такое мягкотелое. Надо быть совершенно глупым человеком, чтобы не замечать того, что происходит. Хочу именно латвийцев, вот прям вот для латвийцев это заснять. Я для себя решила, что все какие-то вопросы, которые связаны с Латвией, которые затрагивают нашу страну, я буду сейчас снимать на латышском языке. И я не хочу, чтобы точно так же, как он говорит, и точно так же, как и я, моя реакция на те комментарии, которые пришли к мусору и как их раздули, да, быстренько, да, там, и как быстренько набрались просмотры по этому мусору, да. То есть просмотры на хорошие видео, на прогулку по Юрмале не собираются. А все, как собаки голодные, ждут эту косточку, чтобы ее растащить и рассказать, как у нас плохо. Не дождетесь, у нас неплохо, у нас все хорошо. И точно так же, как я сняла, о грязной остановке. А вы представляете, те, кто настроен уже против этой страны, те, кто подчеркивает какие-то моменты, да, которые вот ему как кость в горле, надо немножко иногда задуматься о том, как ваша информация, но многие же и специально это делают, и как это раздувается, как это потом пропагандистами преподносится, и как вы видите нас, что у нас здесь происходит, в нашей стране, в моей Латвии. Просто задумайтесь о своих комментариях, о своих высказываниях. Если вы не хотите этой войны здесь, ну, поверьте мне, найдут все равно способ. Найдут. Потому что это уже автоматом идет, как самоцель, да. Вот, мы у них тоже как кость в горле, к сожалению. Так вот, пожалуйста, задумайтесь сами над тем, хотите ли вы эту войну здесь. Окей, если вы хотите, действительно ли вы думаете, что после того, как сюда придет Россия, будет так, как вы думаете себе. И подумайте над тем, что в Латвии нет метро. И я говорю сейчас тем, кто прям ратует, чтобы сюда пришла война. Имеется в виду, чтобы пришла сюда Россия. А Россия без войны не придет сюда. Поэтому подумайте над тем, куда вы побежите со своими детьми. Вы что будете думать, что они будут как-то разделять? Кто свой, кто чужой? Не смешите меня, посмотрите на Украину, что там происходит. Даже если вы хотите, чтобы Россия пришла на нашу землю, вы просто подумайте о том, что будет происходить. На той земле, которая приняла когда-то вас. Что будет происходить с людьми, вашими соседями и другими людьми. Вы реально ждете Россию здесь. Вы реально думаете, что она придет с распростертыми обрядами, чтобы только вас никто не трогал. Кто вас трогает? Что с вами происходит? Вас тут обижают. Это не трепня какая-то, как нам здесь плохо. А сюда придет война из-за того, что вы трепетесь о том, как вам здесь плохо. Посмотрите фильм «Мариуполь. 20 дней». Даже не буду тему эту раскрывать о том, кто говорит, как хорошо сейчас в Мариуполе, что пришла Россия. Не знаю, как вы, я не хочу войны. Я не хочу видеть войну. Я не хочу подумать, как страдают мои родные, близкие. Как будет стонать моя земля. Задумайтесь, что, возможно, старая Рига не будет ни в Домской площади, уникального, оригинального Домского собора. Не будет Собора Петра. Будет полная разруха. Будет разбомблен центр города. А Рига является уникальным местом Югенстиля. А застройки Югенстиля плотные на один квадратный метр. Такого нет нигде, нигде в Европе. Подумайте просто не на словах. А вот я после вчерашней информации, которую я получила, я стала задумываться, что мне надо сделать, что мне надо подготовить. Я стала понимать, что, возможно, я хочу уехать отсюда, чтобы спасти себя. У меня две собаки. Я не хочу в последний момент думать, что делать. И если пути действительно будут все разбомблены, мосты разбомблены, к примеру, и так далее, и тому подобное, то ты уже не сможешь уехать отсюда. То есть запасной аэродром надо готовить уже сейчас, если ты хочешь спасти своих родных и близких. То есть как минимум задуматься о том, а что я буду делать в тех или иных условиях. То есть что я буду делать. Потому что это не слова, друзья мои. Это может произойти в ближайшие годы. В ближайшие годы. И об этом надо думать. Надо просто аккуратно, спокойно думать. То есть бизнес, которым вы занимаетесь, работа, понимаете, это страшное дело, война. И мы только можем видеть по украинским видео, снимкам и так далее. Но это, если вы будете прочувствовать это, это в вашей жизни больше нет. У вас будет совершенно другая жизнь, которой вам надо будет адаптироваться, принять ее. И это ужасная, ужасная реальность. Я знаю, что мою маму отсюда не увезти. Она не поедет. Но я не хочу сидеть под бомбами только потому, что моя мама, к примеру, не поедет. Если я уеду, я не смогу жить в другой стране, зная, что здесь моя мама и в каком состоянии, что происходит и так далее. Вот просто включите мозг и реально представьте все подробности. То есть, что вам надо собрать вещи, какие вы вещи берете. Самые важные для вас. Поймите, что когда это начнется, времени думать о таких, казалось бы, смешных вещах не будет. Это страшное дело. Это страшная война. И если те, кто не коснулся и не думает об этом, думают, что это где-то далеко, нет. Вы своими, понимаете, я сейчас обращаюсь именно тем, кто нагнетает, вы своими действиями побуждаете Россию. И, в общем-то, ей не нужны вы. Просто это почва, на которой можно все построить. Не будьте так глупы. Задумайтесь о том, к чему это все может прийти. И да, не хочется об этом думать. И когда ты об этом думаешь, вчера я ехала домой, вы знаете, я-то хотела быстрее приехать к своим собакам, увидеть собак, и почувствовать, что это еще мир. Что я вот сейчас вижу двух лебедей на реке. Тишина. Это такое счастье. Это счастье полежать в покое на своем диване. Это сделать планы на завтра. Сделать что-то вкусненькое. Поехать к друзьям куда-то поехать погулять. Сходить на концерт. Строить планы. Куда ты поедешь учиться. Куда ты поедешь путешествовать. Этого всего не будет. И когда ты об этом понимаешь, ты начинаешь просто невероятно ценить эту жизнь. И мне уже не страшно поставить это видео. Имеется в виду, как же вы же снимали цветочки и, знаете, и море, и красоту. А тут вы несете. Да, я несу, потому что вынуждает меня, это политика вся, эта ситуация, говорить об этих вещах. Вынуждает. Потому что люди живут в какой-то прострации. Они думают, что это их не коснется. Если не дай бог, я говорю, это только нужно для того, чтобы морально быть готовым. Чтобы не растеряться, не впасть в прострацию, не быть в шоке, а иметь конкретные, четкие действия в случае, если это начнется. Потому что, когда человек проходит, ему немножечко будет легче. Немножечко. Но то, что мы видим в фильмах, то, что мы видим в каких-то документальных съемках, и так далее, и тому подобное, мы все равно не можем это представить, как это будет у тебя в сердце, в душе. Поэтому это страшные вещи, которые все пытаются делать, что этого нет. Это есть. Это затрагивает уже мою страну. И когда мне пишите, что оставьте, страны разберутся сами. Нет, это затрагивает нашу страну. Именно поэтому Латвия и другие балтийские страны, и вся Европа помогает Украине. Потому что никто не хочет, чтобы к тебе пришел агрессор. Не говорите, что Россия не воюет. У меня есть такие были комментарии, что Россия не нападала. Хорошо, считайте, что она не нападала. Считайте, что нет войны. Считайте, что Россия не бомбит мирные районы, не уничтожает людей мирные районы. Я просто поражаюсь, насколько может быть затуманенный мозг у людей, кто действительно думает о том, что происходит здесь в Латвии. Понимаете, насколько много информации, грязной информации, входит в пространство. Действительно, сейчас самая благоприятная почва к тому, чтобы уже общество разделено. И сейчас начнется вот эти различные диверсии. Они уже начинаются, а они уже есть. И, ребята, я обращаюсь сейчас к Латвицам. На какой бы вы стороне не стояли, включите немножко мозг свой, будьте немножко внимательней ко всей информации, которая приходит везде, на телевидении, на друзей, в социальных сетях и так далее. Изучайте подробно эту информацию. Не ведитесь на всякие лживые вещи или вещи, которые разжигают эту ненависть. Или, понимаете, сейчас будет очень много и будет увеличиться того, что попытается сделать наше общество вывести на какой-то конфликт внутренний, чтобы вы понимали, чтобы все зажглось изнутри, якобы. И у нас есть прекрасные примеры. У нас прекрасный пример Украина, Донбасс. У нас прекрасный пример сейчас Молдавия, Приднестровье. Почему у меня вот эти видео, если кто-то смотрит меня постоянно, волнообразные? То утихают, то какие-то темы поднимаются. За последнее время появляется очень много информации. Причем я эту информацию сосчитываю с нескольких сторон. Начинаешь этот вопрос более глубоко изучать. одно дело, когда нам сказали, вот листовки, вот собирайте чемоданчики на всякий случай, но это все равно граблями по воде, понимаете? Но когда я наконец решила встретиться с людьми, которые непосредственно связаны с военным делом, я задала вопрос по поводу того, что Россия придет в нашу страну. и я получила ответ, который меня не сильно обрадовал. Причем и ответ с такими подробными указаниями, что нужно делать, как примерно это может происходить, что мне надо подготовить, что моим родственникам подготовить, пути хождения, выживания и так далее. И когда ты сталкиваешься с этим, и ты понимаешь, что какое-то слово появляется у многих, что это неизбежно, вы думаете, мы должны любить Россию? Ну, вы меня простите, я не знаю вас лично, ни одного из вас, я человек мира, но вы, сейчас это исключение, да, обобщим, да, то есть имеется в виду Россия, вы что думаете, вы таким образом, у вас появится больше людей, друзей, кто на вашей стороне, если вы нападете на Прибалтику, на Польшу, еще куда-то, надо попить. Почему вы нас ненавидите? Вопрос, да, да, потому что мы из-за того, какую политику ведет Россия, что сейчас происходит там, мы должны, мы прибалтийские страны, другие страны, должны думать о том, что война придет в наш дом, в наш дом, и это сейчас, на данный момент, не какие-то слова воздушные, да, а это реальность, которая стоит у нас за дверью. Мне просто хотелось, чтобы русскоговорящие латвийцы задумались, вот те, кто имеет другую позицию, к чему все это приведет, и это ли вы хотите, и еще раз повторюсь, что интервью у человека, который прожил всю жизнь, да, у Гавпилса, Деппилса, как мы его называем, всю жизнь, я уважаю этого человека, за его свободный взгляд в жизни, все говорят там на русском, в чем проблема, в чем проблема, в общем, друзья мои, россияне, те, кто понимает, о чем я, те, кто у кого не запудрено, знаете, вот, мозг, кто понимает, о чем я говорю, я прошу прощения, что действительно есть этот внутренний, знаете, вот, вот у меня тяжело мне, да, довериться вам, так скажем, да, тяжело, потому что когда вы восхищаетесь нашей природой, моими собаками, какими-то другими вещами, которые я действительно хочу нести вот этот позитив, я его вижу каждый день, я хочу им делиться, но вы за войну в Украине, а это значит автоматически вы поддержите действия ВП, когда он с какой-нибудь там денационализацией придет в мою страну, поймите вы, мы не можем испытывать великие чувства к России, прекрасные чувства, поэтому такие влоги и делать вид, что все хорошо, выставлять только какие-то, знаете, позитивные моменты и делать вид, что ничего не происходит, это глупо, я вообще считаю, что мы должны морально готовиться и быть на чеку, я закрою комментарии к этому видео, потому что я знаю, что кто-то захочет написать грязь, но не хватает грязи сейчас, чтобы ее расчищать и продолжать стараться видеть свое и своих близких светлое будущее, наверное все, спасибо за просмотр, всем всего хорошего, премьер пока я это вопрос